Старый парк в Кабардинке создал еще один чрезвычайно увлеченный человек, малоизвестный писатель Александр Алексеев. Можно сколько угодно говорить о том, что эти многочисленные постройки, собранные небольшой территорией, являются неким измышлением человека, никуда не выезжавшего за пределы своего места жительства, который никогда не имел возможность пропитаться духом тех мест, которые он пытается воссоздать в камне. Но человек без всякого образования, кроме журналистики, смог осуществить свою глобальную мечту – это очень здорово. Это произошло благодаря его любви к скульптуре, архитектуре, его предпринимательским талантам, очень многие скамейки, фонтаны и фонарные столбы в Геленджике и Новороссийске, еще много чего вышло из его мастерской. В 2007 он арендовал участок на месте мусорной спалки, где и создал вот этот свой парк, где любой из элементов каждого здания и сооружения можно купить себе в его мастерской. В 2008 они начали брать плату за вход, сначала в 100 рублей, сейчас уже 600. Сюда включена экскурсия. Народу сюда приезжает очень много, поэтому гомон экскурсионных групп несет со всех сторон. Перед входом в парк – готический фонтан, православная часовня Николая Чудотворца, где периодически проходят службу. Акведук – традиция кельской культуры, он построен для красоты и для полива деревьев в парке. Древний Египет с пирамидой, внутрь которой можно зайти, чтобы полюбоваться на рельефные рисунки о законах жизни. Хозяин – парень, его парк, что хочет, то и пишет. Вот камень вечности, камень клятв. Греция представлена здесь античным павильоном Зевса. Средневековье в виде каменного моста, готической дозорной башни, окруженной прудиком с черепахами, а также беседки, где можно, обходя круг, погадать себе, какой из семи смертных грехов тебе ближе. Семь фигурок – гнев, гордыня, уныние, зависть, обжорство, жадность и блуд. Но какой фигурке ты остановишься? Во втором прудике плавают карпы Кои. Здесь представительство Японии. Синтаистская часовня, посвященная богу Эбису, сияющий бог, где за 20 рублей можно выдачить себе предсказания, желающих очень много. Фонтан в индийском стиле со слониками, обращенными на четыре стороны света. Еще несколько фонтанчиков, водопадиков, дом Востока, который можно поселить без дополнительной платы, дом Кавказа, за дополнительную плату 50 рублей. Здесь же театры на 150 мест, где выступают местные артисты и приезжие гастролеры. И симпатичное театральное кафе со вкусными пироженками в нем, и много еще всякого. Что еще нужно отдыхающему, который в нескольких шагах от этого парка ждет море и пляжная жизнь. Пусть и Ваши желания сбудутся.